Легендарная британская группа Depeche Mode готовится к мировому туру. Global Spirit Tour стартует 5 мая. Одна из остановок – украинская столица Киев. Накануне в столице немецкой, Берлине, музыканты представили свой новый альбом Spirit и дали эксклюзивное интервью в программе подробностей. О музыке, политике и Украине одного из музыкантов группы расспросила Татьяна Лагунова. Берлин, столица Германии, первая услышала новый альбом легендарных Depeche Mode. Купить билеты на премьеру было невозможно даже за очень большие деньги. Их разыгрывали среди фанатов из разных стран мира. На эксклюзивный концерт попало всего тысяча человек. Остальные могли посмотреть трансляцию в интернете. 14-й по счету и самый политический из всех альбомов. Так музыканты Depeche Mode сами коротко описывают свою новую студийную работу. Этот альбом намного более политический, чем наши обычные альбомы. В последний раз подобную вещь мы выпускали в 80-х. Это был Construction Time Again. Сейчас в мире неразбериха. Мы хотели бы, чтобы наши фаны задумались о событиях, которые происходят. Первый сингл альбома Where is a Revolution и все остальные песни это музыкальная реакция на политические потрясения, которые переживает современный мир. Это избрание Трампа и Брекзит и события в Украине и Сирии. Я не думаю, что мы можем изменить мир. Это задача правительств и лидеров. Но если люди начнут задумываться о всех этих вещах чуть больше, это тоже поможет. Выход Британии из Евросоюза знаменитые британцы из Depeche Mode, кстати, не поддержали. Нет, нет, я очень расстроился. Я живу в Лондоне и большинство жителей города проголосовали за то, чтобы остаться в Евросоюзе. За Брекзит голосовала, как мы говорим, маленькая Англия. В Европе Depeche Mode начнут свой новый мировой тур, первый концерт в мае в Стокгольме, затем по плану еще более 30 городов в 20 европейских странах. Среди них и Киев. Своё предыдущее выступление в украинской столице в феврале 2014-го группа отменила из соображений безопасности. Теперь обещают, будут обязательно. Я следил за событиями в Украине. У нас нет оснований думать, что концерт может быть отменен. Мы приедем и мы хотим выступить в Украине. Киевский концерт состоится в июле на стадионе Олимпийский. Статьяна Лугунова, Вячеслав Пролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интерн. Продолжение следует...